Еще раз добрый день, уважаемые дамы и господа. Вы слушаете радио «Народная волна» на чистоте 1590M на нашем веб-сайте radio-nvc.com. Не забывайте про наш блог на нашем сайте. Ну и, конечно же, приветствуем всех наших YouTube-зрителей. Наш эфир продолжает программа «Час Ивана Денисова». Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. Ну и, говоря об Украине, мы предложили тему, к чему приводит страх холодной войны. Вот давайте об этом. Да, именно так. Я благодарю Полину Волкову за помощь в подготовке выпуска, но начну с такого небольшого вступления. Мы с вами скоро уже 6 лет как общаемся, и я получу от этого общения огромное удовольствие. Надеюсь, оно будет продолжаться еще долго. И очень часто я так или иначе нас объединяю. Но вот в ближайших выпусках, я надеюсь, это будет недолго, хотя, кто знает, увы, вот эта географическая разница, она все-таки будет сказываться. Потому что то, что происходит сейчас у нас и у вас, это вещи немного все-таки разные, и это будет сказываться. Поэтому, наверное, вам сегодня многое не понравится из того, что я скажу. Наверное, будут преобладать с моей стороны какие-то эмоциональные оценки. Но это ничего не меняет. Я по-прежнему человек, который выше всего ценит американскую систему и американских отцов-основателей. Ну, вот сейчас то, что происходит здесь, немного мне, может быть, мешает воспринимать происходящее объективно. Но, тем не менее. Ну, вы знаете, что сейчас происходит в стране и в Украине это преступление, безусловно. Другим словом, я это просто не могу назвать. И говорить о том, что, собственно, делает российский режим, тут, ну, да и говорить особенно нечего. Другое дело, что, вот знаете, когда встречаешь комментарии, с одной стороны, что это безумие, с другой стороны, что нет, это логика, у безумия тоже есть логика, к сожалению. И то, что западные аналитики, и, увы, многие соотечественники, которые стали западными гражданами, воспринимают российский режим с точки зрения западной, это безусловно. Вместе с тем, то, о чем без ложной скромности я и многие другие вам говорили, в том числе и в Америке, кстати, все-таки были люди, которые понимали происходящее, а именно, что нынешний российский режим, он так или иначе воспроизводит позднесталинский. И как позднесталинский режим неизменно привел к захвату ряда территорий, так и путинский должен был этим закончиться. С той, правда, разницей, что от нынешнего безумием это дает, как раз, даже больше, чем от эпохи Сталина, прямо скажем. Ну, по крайней мере, для тех, кто здесь живет сегодня. И все рассуждения о том, что его вынудили, что НАТО, что окружали и так далее, и так далее, знаете, эти доводы еще давным-давно развеял тот же самый, еще в 70-е, поляк, великий польский философ Колоковский, сейчас приходится много цитировать диссидентов той поры, который, описывая советское поведение, в общем-то, сказал, что на самом деле этот довод, если Запад его принимает, то это прямой путь к поражению. Потому что всегда режим, подобный советскому или нео-советскому, как в случае с Путиным, он всегда будет говорить, что у него рядом враги, захватывать определенную территорию, потом будет выясняться, что теперь враги рядом с той территорией. Значит, надо захватить тех, кто еще, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому все эти байки о расширении НАТО и о том, что Путина вынудили, это на помойку. Все давным-давно разжевано и объяснено, повторяю, великим польским человеком и не им одним. При этом Запад, конечно же, нынешнюю ситуацию создал, безусловно. И не только нынешняя администрация. Это происходило давно, и либеральный эстеблишмент, и ряд администраций, увы, и Соединенных Штатов, и обе партии, и либералы, и, увы, и консерваторы, ко всему этому приложили руку. Потому что то, что Путин является собой пример тогда еще авторитарного, а теперь уже постепенно тоталитарного лидера, это было понятно в нулевые. И когда началась ликвидация его оппонентов, в том числе и за рубежом, и когда в 2007 году, разумеется, в Мюнхене он там соответствующую речь произносил, и все было очевидно тогда. О том, что такое произойдет, предупреждали Никсон в 92-м, великий британский историк-советолог Роберт Конквист в 99-м, тот же самый Колоковский, кстати, в 2005-м. Что вот эта вот опасность российского такого империализма, хотя слово империализм я любил, но здесь оно, да, имеет негативное значение, что она никуда не делась. Но видите ли, в чем проблема? В нулевые годы у мирового истеблишмента был ведь другой враг. Там, да, Путина поругали за Чечню и за первое его преступление, но в реальности, сейчас в это трудно поверить, но, тем не менее, врагом либерального истеблишмента номер один в нулевые годы был Буш. А, потому что Буш стал тем человеком, который продемонстрировал готовность воевать. Да, это спровождалось какими-то не очень внятными высказываниями про религию мира и так далее, но тот факт, что Буш с малым количеством союзников показал, что он может защищать свою страну даже за ее пределами и отбиваться от террористической угрозы, для либерального истеблишмента нулевых, это был тяжелый удар. И смысл нулевых был в том, чтобы внушить Америке, что она проиграет войну, что то, что происходит, это отвратительно, что Америка так собой гордится благодаря победе в войне холодной, что теперь она обязательно должна за это понести наказание, тем более, что притесняет там слабо развитые народы Востока. И либеральный истеблишмент был так все нулевые годы увлечен уничтожением Буша, что Путин на этом фоне по порой подавался как, ну, такой, да, авторитарный лидер, но по крайней мере, вот по сравнению с Бушем, еще, да, ничего более-менее. Буш справедливо стирает тоже, сделал неправильные выводы и пытался с Путиным найти находить какие-то точки пересечения, и в результате тогда стал происходить уже то, что некоторые консерваторы стали защищать Путина, желая защитить Буша, такое происходило. И, да, вот образ этого якобы заступника, несчастных и угнетенных русскоязычных и христиан, он тогда начал создаваться. Когда была операция 2008 года Бушу, вообще было уже не до Путина, потому что срок заканчивался, и надо было решать вопросы с Ираком. Тем более, напомню, тогда операция 2007 года под названием «Сёрч» или «Волна», она как раз была успешной. Ну, а вы помните, когда пришел Обама, то вообще был курс на новую, как угодно называть, называлась перезагрузка, но разрядка что угодно, и в связи с этим у Обамы были совсем другие приоритеты, чтобы раздувать правительство и проводить там разные методы в смысле культурного марксизма. И что самое главное, в тот самый момент, наверное, американцам и всему миру действительно вбили в головы, что они проиграли эти войны, что все, что нельзя вообще, что война это, в принципе, со стороны Соединенных Штатов, это всегда ужасно и отвратительно. И что главное, чтобы не было никакой новой холодной войны, о чем говорил, как вы помните, и сам Обама в 2012 году, там, издеваясь над Ромни. В результате получилось так, что и демократы, и республиканцы, и консерваторы, и либералы пришли к такому консенсусу, что за редким исключением, я не собираюсь всех винить, конечно же, и в Heritage, моем любимом, были люди, которые все это время предупреждали об опасности и среди публицистов, и тот же самый недавно скончавшийся Урурк об этом писал очень долго. Но, тем не менее, был навязан этот вот образ, что раз проиграны войны нулевых, раз Америки навязали образ проигравшей стороны, то лучше ничего нового не затевать ни в коем случае, и пусть какие угодно режимы ведут себя как угодно отвратительно, но трогать их нельзя. Да, там бывают какие-то отдельные удары бомбовые, авиационные и так далее, но в целом не надо, не стоит, главное, чтобы не было холодной войны, только бы не холодная война. И Трамп, к сожалению, тоже эту тему подхватил. Другое дело, что он, в смысле Путина, добился больше, как ни странно это прозвучит, но в сдерживании путинского режима он добился гораздо большего успеха своей внешней политикой, чем внутренней. Ну и ростом военных расходов, потому что понятно, что военные расходы, энергетическая независимость, ну куда? Куда там лезть и что-то пытаться делать? Но то, что он все четыре года рассказывал, какой Путин замечательный, и ныл, что ему не дают договориться с Путиным, его плохие советники, это у Путина создало и его окружение, вполне определенную картину. Раз Трамп ничего не понимает в Путине, Трамп ничего не понимал в Путине, уж давайте бы говорить об этом честно, но его окружение и в целом политика консервативных республиканцев, они, конечно же, играют на укрепление Америки, но Трамп ничего не делает для того, чтобы заложить какой-то фундамент или создавать какой-то союз, чтобы Путина сковать в будущем, значит, Путин просто подождет, когда Трамп уйдет. И в этом плане, признаемся честно, Трамп тоже виноват в этой ситуации. Он ничего не сделал для того, чтобы создать какую-то систему противостояния Путин. Может, он надеялся на второй срок, но скорее он опять рассчитывал, что вот он поговорит, погрозит пальцем, и все будет хорошо. Но это не так. Путин бы своего дождался, а Трамп по-прежнему ничего не понял, увы. Тем не менее, когда Трамп не стало и пришел Байден, то здесь все уже было понятно. Возвращается политика Обама и его команды, при которой Путин уже Крым отхватил, как все мы хорошо помним. Возвращается политика того, что нужно обязательно на первые планы ставить абстрактные, не защиту своей страны, а соображение того, что глобальное потепление, изменение климата, вот нужно искать контакты, опять как при Обаме, нужно пытаться угодить своим врагам, вроде того, что сообщить китайцам разведданные, которые потом перейдут Путину. Ну и, конечно, выход из Афганистана. Выход из Афганистана – это был практически зеленый свет для путинского режима. Раз все, раз вот эта самая система нулевых либерального эстеблишмента, что американцы должны отовсюду уйти, потому что они все проигрывают, и они не имеют права защищать свои интересы, интересы в регионах свои, все, вакуум, как вы знаете, природа не терпит вакуума, и Путин туда с готовностью устремился. То, что, увы, очень-очень многие консерваторы, не все, повторяю, но очень многие, тоже повторяли, что ни в коем случае, как же так, война с Россией, мы не можем идти на конфликт, только бы не холодная война, это показало позицию полную несостоятельности. Я напомню вам, в 20 веке было два человека, которых называли поджигателями войны, особенно активно. Это Черчилль и Рейган. Черчилля не послушали, так он поджигатель войны, и вы помните, чем все закончилось. Рейгана пришлось слушать, так он был президентом, вы тоже помните, чем все закончилось. Поэтому, если бы в каком, я не знаю, в восьмом, десятом, а может и того раньше году, большинство, был создан осмысленный какой-то союз людей, которые понимали, и постоянно бы говорили, что холодная война новая, это состоявшийся факт, что надо исходить из того, что Путин и компания, это не партнеры, увы, это не обычный лидер, а человек, который создает неусталинский режим, я уверен, кровопролития бы не было, так или иначе. Уж не обрисуйтесь, уверен я в этом. Но вот эти постоянные, повторяю этот страх, что только бы не холодная война, только бы не обзывали поджигателями войны, только бы не было того, что уже было. Вот, расплачиваем, вы все за это, не вы, мы все за это расплачиваемся. Если бы были выдержаны все так или иначе те меры, то, скорее всего, холодная война остановила бы войну нынешнюю. Но этого не произошло. И я опять вижу, что вроде бы умные люди начинают говорить, что вот, посмотрите, что происходит, опять холодная война скоро будет. Все уже, ушел поезд, пропустили шанс, когда можно было с помощью холодной войны уберечь себя и многих других. Теперь, увы, жертвы, кровопролитие, и я не знаю, сколько это будет продолжаться, и да еще, скорее всего, может вылиться за пределы региона, хотя мне бы очень хотелось надеяться, что этого не будет. И что у нас в стране будет происходить, это вообще никто не знает. Мы живем, не представляю, что будет завтра. Ну, те, кто пытается хоть немного думать, они по телевизору всякую хренату глотают. И когда поэтому я сейчас смотрю на реалии американской политической жизни и как с азартом стороны обвиняют друг в друга, что нет, это все Байден устроил, а если бы был Трамп, Путин бы уже в Кремле сидел. Вот впервые мне это все видится абсолютно чуждым, потому что так или иначе виноваты обе стороны. Но и то, что происходит сейчас со стороны отсюда, это видится не как озабоченность происходящим в стране и в Украине, а типичное предвыборное не обессудьте блэйм-гейм. И я не осуждаю ведь даже республиканцев за эту самую блэйм-гейм. Это хорошо, почему нет? При помощи таких же блэйм-гейм к власти пришли, ну, прежде всего, Эйзенхауэр, пожалуй, тогда это было наиболее разработано, и Никсон, тогда при Эйзенхауэре это был корейный коммунизм, коррупция, при Никсоне и Вьетнама, и бунты в Америке, при Рейгане, инфляция, Иран, и вторжение в Афганистан. Кстати, заметьте, параллель с Рейганом довольно-таки очевидна на сегодняшний день. И замечательно, пускай это все будет, и я только за, чтобы республиканцы это все использовали, и победили бы и сейчас, и в 24-м году, на здоровье. Но я прекрасно понимаю, что это политические ходы, и мало кто реально озабочен происходящим. Главное, убрать ненужных, действительно ведущих себя плохо, нынешних политиков, демократов и заменить их на себя. Пусть либерализм, да еще в нынешнем своем виде, он опять показал свою несостоятельность. Либерализм первой половины 20-го века ничего не сделал, чтобы остановить тоталитарные системы, а когда дело дошло до войны, то это привело опять к огромному количеству жертв. Либерализм нынешний опять ничего не может этому противопоставить. Опять мы должны смотреть с вами на консерваторах, тем более, что по Черчиллю там спорно, но все-таки консерватор, по Рейгану тоже консерватор, только они, напоминаю, и пытались что-то сделать, чтобы обойтись без кровопролития. То же самое и сейчас, да, я буду ждать победы консерваторов, но если консерваторы опять вернутся к разговору о том, что главное, чтобы не было холодной войны, главное, чтобы все было как при Трампе, главное, чтобы повторить все, что происходило за эти четыре года, извините, ничего не получится. Уж простите мне такую прямоту. То есть, может, получится опять на четыре года, а потом все опять вернется по новой. Нужно твердое сознание, где враг. Естественно, я ни в коей мере не принижаю ни опасности Китая, ни опасности Ирана, и то, что Байден там делает, я тоже это все прекрасно понимаю, но от разговоров о том, что главное, чтобы не было холодной, я уже десятый раз это повторяю, но это важно, поверьте мне. Республиканцы должны отказаться. И как это были все эти холодные воины, что называется, сороковых, пятидесятых, шестидесятых, семидесятых и так далее, они всегда были правы, всегда оказывались справа. И к сожалению, они снова оказались справа, те, кто остался. Вот надо слушать их и прекрасно это понимать. Иначе сейчас для нашего этого, как бы это назвать, нашей территории и тех, кто здесь, в Восточной Европе пытается что-то, хоть как-то противостоять нынешней системе и тому, что здесь происходит, у нас выбора большого нет. Когда победят республиканцы, мы, поверьте себе, не знаем. В ноябре или в следующем году, в 24-м году на данный момент противостояние простует, так или иначе, Байден и Путин. И прекрасно понимаю, и я буду очень много критиковать все, что делает Байден, и всю его внутреннюю политику, и то, что он делает по Ирану и так далее, и так далее, и в этом плане я себе не собираюсь, конечно же, изменять. Но если мне придется выбирать, кого поддерживать в этом столкновении, то не обессудьте, мне придется поддерживать при всей моей нелюбви к нему и неприязни 46-го президента. Только в этом вопросе, да. Но мне выбора не оставил Путин. И это моя лишняя к нему претензия, что он меня ставит в такое положение и не меня одного. Вот так, как я говорил вам, наверное, многое не понравилось из того, что я говорил, но не обессудьте. На сегодняшний день ситуация мне видится именно так. Поэтому здесь я, пожалуй, умолкну, и Сергей, если что-то добавит... Я позволю себе вам пару вопросов, если не возражаете. Да, конечно. Ситуация, когда Байден в свое время передал Талибану списки американцев, находящихся в Афганистане во время всей этой катавасии, это один момент. И второй момент, когда Байден передал Китаю секретную разведывательную информацию относительно российских войск на границе с Украиной. оценку вашу. Это сделано по глупости, это сделано... Это отработка денег, которые получил Байден. Все-таки суммы называются конкретные, он их не оспаривает. Что от России, что от Китая. На ваш взгляд, что это? Это некомпетентность такая? Тут есть, безусловно, деньги тоже есть, но еще есть, знаете, давнее выражение Талиирана, что есть вещи гораздо хуже, чем преступления. В политике это ошибка. И в случае с Байденом это и другое. Потому что у Байдена была одержимость, она пришла от Обама, того, что если задобрить врага, то этот враг будет тебе помогать. И то, что делалось с Талибаном, смысл был в том, что Талибан якобы будет помогать в борьбе с терроризмом. В результате, вы помните, Талибан дал данные якобы о главаре какой-то группировки террористической. И по этим данным были убиты мирные жители. И абсолютно верно, что это делалось с Талибаном совершенно специально, чтобы подставить американцев. Тем более, такая традиция очень старая, еще со второй мировой войны, только там не Талибан делала, коммунистические партизаны. И то же самое с Китаем. Вот эта вот глупость демократов, которые думали, что они сыграют номер Никсона и помогут таким образом расколоть Россию и Китай, она ни к чему не привела, потому что Никсон мог это заставить работать, хотя у меня есть очень много претензий к его китайской политике. Абайдон воспринимается всеми как пораженец и абсолютно временная фигура. С какой стати китайцам ему помогать. Вот и все. Что касается Китая, они заняли такую сначала выжидательную позицию, но Китай отличается этим тихой сапой, а свои делишки проворачивает. Китай занял выжидательную позицию, он резко не осудил действия Путина, не, так сказать, поддержал их, а сейчас вроде информация о том, что Китай отказался закупать российскую нефть. То есть он преследует прежде всего свои интересы. Я не знаю, это стратегическая ошибка Путина полагаться на то, что он с Китаем совместно против Америки. Китайцы ищут свою выгоду, они не моргнув глазом проглотят Россию, если надо. Абсолютно. Извините, что я перебиваю, абсолютно. Я хотел вас... Еще видите, какой момент, я тоже, извините, что опять влезаю. Китайцы сейчас смотрят, что получится у Путина, потому что у них Тайвань. Если Путин увязает в Украине, то им выгоднее сразу же изобразить, что они с мировым сообществом. А потом, усыпив бдительность, Тайвань все-таки прибрать к рукам. Если у Путина что-то получается в ближайшие недели, две, так скажем, все называют там... Ну, не все военные эксперты, хотя мы знаем теперь цену военным экспертам 9-10 дней. Но я не удивлюсь, если вторая часть вот этого катастрофических действий в Евразии, а именно нападение на Тайвань, она через две недели тоже произойдет. Потому что вот это вот раньше Германия и Япония действовали так слаженно, теперь у меня есть опасение, что Россия и Китай так будут действовать. Но китайцы, как вы верно заметили, они похитрее. И они могут в последний момент все переиграть и рассудить, что им проще отхватить часть России, чем Тайвань. Сибирь, например, или еще что-то. А Путин, да, опять останется в своем бункере с Шойгой и тому подобной публикой. Что касается Сибири, по-моему, Китай легально и нелегально там во всю хозяйничают, что касается Восточной Сибири. Такое у меня впечатление сложилось. И они, наверное, посмотрят, насколько коллективный Запад в состоянии оказать вот такое сплоченное сопротивление и, наверное, сделают для себя выводы. Если коллективный Запад, да, сможет, ну, похоже, что начинаются какие-то движения. Хотя вот я сегодня послушал выступление в Бундестаге, кстати, консервативная член Бундестага, она выступала по поводу ковида, в свое время видео такое ходило, блондинка, не помню, как ее зовут, такое, по поводу ковида она говорила по поводу ВОЗ, причем говорила правильные совершенно вещи. Сегодня она говорила о том, что на НАТО лежит часть ответственности за то, что происходит, потому что на самом деле, как бы, я просто пересказываю смысл того, о чем она говорила, что вместо того, чтобы дразнить Украину и Россию о том, что они обязательно примут Украину в НАТО, примут в НАТО, надо было предоставить, Украине следовало развиваться по независимому пути, быть не буфером между Россией и Западом, а быть такой нейтральной страной, которая бы, как бы, мостом, что ли, между Западом и Россией развиваться, так сказать, без того, чтобы вступать в блок НАТО, без этих обещаний. Так что, не знаю, насколько единым будет ответ Запада, но пока вроде намечаются какие-то серьезные экономические санкции. Да, извините, опять, что-то я даю сегодня, я не очень невежлив, но простите. Да вы говорите, это партия АДФ, альтернатива для Германии, насколько я помню. Правда, какую-то женщину зовут, я все время забываю, простите. Но я полагаю, что это большая глупость, то, что она говорит, потому что это опять присущие определенные части правых близорукость, потому что они не понимают, кто такой Путин просто-напросто, и начинаются какие-то эти абстрактные картины. Нейтральная Украина, это, простите, вообще как? Они себе представляют, что это, в принципе, невозможно, пока находится у власти нынешняя кремлевская публика. Не было бы НАТО, нашли бы другие причины, еще бы что-то. Это глупость, но, в принципе, то, что большинство правых партий, как я вижу, в Европе демонстрируют такую завидную слаженность, это меня какой-то такой оптимизм внушает, что правые все-таки некоторые проснулись, вроде французов, некоторые всегда понимали, что такое Путин, но все понимают и другое, что, во-первых, правые игры либерализма в тоталитаризм последние два года очень сильно тоже помогли нынешней ситуации, и весь этот ковидный маразм позволил Путину подготовиться к тому, что он тут творит, и, конечно же, одержимость зеленой политикой тоже позволил Путину делать то, что он делает. Вот это действительно надо осознавать. А так, знаете, некоторые мои знакомые в Северной Ирландии, которые говорят, что да, Путин ваш, конечно, поганец тут еще, но он сделал одну полезную вещь, мы теперь начали хоть что-то делать, и хоть показывать миру, что хребет у нас остался. Вот будем надеяться, что остался действительно. И еще тогда вопрос уже касаясь этой темы. Вы упомянули о том, пока будет существовать этот режим. У меня такое впечатление, что Путин, когда идут сообщения о том, что Путин там в бункере, в подземном городе, то на Алтае, то на Урале, неважно где, у меня такое ощущение, что он прячется от своих собственных, так сказать, от своего собственного окружения, причем прячется из страха, что они его грохнут. Потому что люди, которые его окружают, это супер богатые люди, которые всю жизнь свою положили на то, чтобы обворовывать, так сказать, государство, зарабатывать кучу денег, покупать недвижимость за границей. И вдруг всему этому, над всем этим нависла реальная угроза. И как долго они будут терпеть это, и готовы ли они распрощаться, так сказать, проникнувшись чувством патриотизма к своей родине, распрощаться со всем тем, тем новорованным, что, или заработанным, whatever, что они имеют. или все-таки предпримут какие-то шаги, чтобы нейтрализовать своего голоса? Да, это очень важный вопрос, потому что ожидать революции, конечно, пока не стоит. Пропаганда, работает. Это я вижу даже в Москве. Но то, что люди, которые окружают Путина, они могут беспокоиться, это безусловно. Но знаете, что самое показательное и, наверное, плохое все-таки? Путин ведь прячется не только от них, Путин прячется от собственных граждан. Он вышел к людям объяснить, что происходит? Он, даже если бы, я понимаю, что это было бы постановочно, как обычно это делается, что это все было бы обставлено, привели бы каких-то правильных людей, но даже этого нет. У нас лидер, который боится собственного народа, который, большинство из которого, потому что промыты мозги. Когда возглавляет страну человек, который боится собственных людей, добром это не кончается, увы. Нечто подобное мы наблюдали недавно в Канаде, когда лидер Канады появился. Абсолютно. Я смотрю, у нас есть звонки. Уважаемые дамы и господа, мы обязательно примем все звонки. Вот давайте послушаем только рекламные объявления, после чего вернемся, продолжим. И обязательно примем ваши звонки и ответим на ваши вопросы. Возвращаемся в программу «Час Ивана Денисова». Телефон в студии по-прежнему 847-400-5200. Прежде чем мы примем звонки или перейдем к другой теме, коротенький комментарий. Я знаю, что вы внимательно следите за событиями, футбольными событиями в мире. Роман Абрамович выпустил стейт, он передает, насколько я понял, управление клубом через «Челси» фонд «Челси», то есть как бы устранился от управления клубом, полагая, что фонд, благотворительный фонд «Челси», или попечительский совет, вернее, «Челси», находится в более выгодном положении. Да, по поводу футбола я так вам скажу, что вы знаете, что уже всех российские команды и сборные отстраняют от всего, и этого следовало ожидать. А я лично считаю, что все это началось по большому счету с инициативы сборной Польши и их капитана Ливандовского, которые отказались играть. И да, золотой мяч надо давать за игру и так далее. Но, честно скажу, моя убежденность, Месси после всего этого должен взять свой золотой мяч, он сейчас играет плохо, простите уж так, я считаю, и отнести его Ливандовскому. Пусть Ливандовский играет лучше и показывает свою готовность действительно поддерживать какие-то моральные идеалы даже ценой пропуска чемпионата мира. Поэтому Ливандовский герой, а Абрамович понятно кто. Добрый день, пожалуйста, Филим. Здравствуйте. Уважаемый Иван, вы знаете, я вот слушала и просто посчитала, я всегда с вами согласна, это не согласна я второй раз, но первый раз я бы не хотела, я могу назвать, когда это было, но я бы не хотела просто обсуждать это, потому что это событие произошло больше 50 лет назад. Короче. Я не согласна с тем, что вы говорили про Трампа. Да, конечно, если Трамп придет опять на 4 года, если он идет, может все вернуться на обратное. но Трамп действительно играл с Путиным, он его не, то, что он уважал, он делал вид, гладил по головке, знаете, как хулигана, точно так же он говорил и с корейцем, с южнокорейцем, он его тоже гладил по головке, это не значит, что он ему верил и считал, что он звезда на небе. Понятно, вы не согласны с этим. Но я уверена, что если бы был Трамп, этого бы не произошло. Спасибо. Ну, опять же, это то, чем я говорил. У вас взгляд с той стороны, у меня с этой. И здесь мы с вами не совпадем точно. Добрый день, Боже. Я остаюсь при своем. Трамп не понимал, с кем он имеет дело. И сейчас не понимаю. Добрый день. Здравствуйте. Я думаю, что вот агрессию Путина Украина может быть избежать еще 8 веком назад, если бы Запад и в том числе Соединенные Штаты включили бы в список санкций и не покупку энергоносителей у России. Вот тогда у Путина не было бы денег на то, чтобы вообще куда-нибудь вторгаться. И вот сегодня то, что как вы думаете, вот Байден все же включится к тому, чтобы не покупать нифигаз у вашей страны или все еще будет поддерживать материально армию России против Украины. Спасибо. Да, спасибо. Вы совершенно правы. По первому пункту все можно было сделать еще в 2014 году. Совершенно верно. Между 2014 и 2016 годом если бы Обама не воздух сотрясал, а что-то реально предпринимал, то ничего подобного бы не было, конечно же. Что касается Байдена, да, я сказал, что в нынешней ситуации мне приходится так или иначе желать ему удачи, только в этом вопросе, еще раз повторяю. Но я не верю Байдена, в общем проблема. Этот человек ничем не подтвердил то, что он сильный лидер, который может из такой ситуации выйти победителем. И то, что видите, Путин рассчитал, Брежнев-то тогда влез в Афганистан уже в конце правления Картера, и тем самым было понятно, что и помог всем нам от него избавиться. А здесь расчет более хитрый, что придется еще с таким, с позволения сказать, лидером свободного мира терпеть два с половиной года. А что будет происходить, повторюсь, в Украине и у нас за это время одному Богу известно. И это тот случай, когда, не будучи сильно религиозным человеком, вот полное ощущение, что Бог сейчас не на нашей стороне. Кстати, во время выступления в Бундестаге парламентарии, эта женщина сказала, что санкции, которые мы поддерживаем, поддерживаем в полном объеме, очень ударят больно по экономике Германии, и в то же время отметила, что А вот Соединенные Штаты Америки не отказываются от закупок энергоресурсов в России. И этот факт трудно, так сказать, не принять, и действительно так. А вообще... тут тоже видите, всего две страны. С одной стороны, вы совершенно правы, что американцы должны тоже предпринимать какие-то усилия, и если вернуться к открытию нефтегазопроводов и всему тому, что мы видели на протяжении администрации Трампа, еще раз повторяю, внутренняя политика Трампа гораздо больше сдерживала Путина, и прежде всего в энергетическом вопросе, то да, но с другой стороны, у меня к Европе в этом плане никакого сочувствия, а какого черта, вы простите, пускали к себе российские капиталы все это время, вы тоже не понимали, что вы делаете, прекрасно понимали, и там все эти Шрёдеры, которые в Газпром лезли, и тому подобное публика, нет, пусть теперь все расплачиваются. И, кстати, сказать, вы, наверное, видели это видео, когда на встрече Трампа со Столтенбергом он довольно резко высказывал, да он не только в этом смысле, он довольно резко высказывался в отношении Германии, которая попадает в зависимости от России. То есть, он это понимал, Трамп, я сейчас не пытаюсь защитить Трампа, но, в принципе, вот это видео я видел своими глазами и слышал, он довольно резко высказывался в отношении Германии, что они платят миллиарды долларов Путину, попадая в зависимость, он даже сделал такой жест мальчишеский, отправил Ангеле белые флаги, и тут, когда ты будешь сдаваться, когда Путин пойдет, ты помашешь, когда Путин тебе начнет диктовать условия, ты можешь выкинуть белый флаг. То есть, он понимал, и похоже, что, я не знаю, или, опять возвращаясь к Америке, или Байден настолько сдался, или его за веревочки так дергают, то есть, или он не понимает, или он, или он опять отрабатывает какие-то деньги, которые он получил, его семья получила от наших непосредственных, так сказать, врагов, или он не понимает этого, или он сдался этим крайне левым, которые сейчас управляют партией, или он, не знаю, или он, так сказать, подыгрывает глобалистам, которые пытаются опустить экономику Америки так, чтобы она сравнялась с Банановой республикой или с Европой. В общем, все его действия, все его указы, начиная с первого дня пребывания в Белом Доме, как раз и позволили и создали благоприятные условия, то есть, это Афганистан, это энергетическая политика, создали благоприятные условия для того, чтобы Путин позволил себе вот такую выходку, совершенно варварскую. Я считаю, что, я не знаю еще раз, что является истинным мотивом Байдена, но то, что он своими руками создал вот эту ситуацию, в этом у меня нет никаких сомнений. Давайте попробуем. опять, я даже не про Трампа сейчас говорю. И он, и Европа, и весь этот либеральный эстеблишер, они все тут повязаны. Я про это и говорил. Безусловно. Совершенно верно. Просто опять, когда мы все тычем в Байдена, ну, я понимаю, у вам он был. Потому что он центральная фигура, как бы, вы понимаете? европейцы тоже хороши. Абсолютно. Абсолютно. И европейцы пошли на поводу и, так сказать, отвернулись, раскрыли объятия, давайте строить газопровод, нефтепровод, давайте все будем. Ну, в общем, завязли полностью в сделках с Россией. И в то же время мы создали такие условия. Кстати, при Трампе мы начали торговать газом успешно, довольным. Стали поставлять газ в Европу. Байден остановил строительство, Европа остановила строительство терминалов у себя и развернулась, начала подписывать контракты с Россией. И мы у себя начали сворачивать нефть и газы добывающую промышленность. Мы начали убивать угольную промышленность. А Россия сейчас может поставлять. Я не знаю, правда, Китай, как там все будет происходить. Похоже, Китай все-таки чувствует, что Россия проигрывает эту схватку и, наверное, воздержится от экономических каких-то сделок, масштабных, потому что непонятно, как будут рассчитываться. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Алло, здравствуйте, спасибо большое, что взяли пункт на ног. Дело в том, что вы помните тот момент, когда наша ФБ или там, я не знаю, поехали в, как они там называются, еще в Москве и договаривались. И тут у нас нельзя говорили, что они сотрудники, в общем, о чем можно говорить. А что можно, о чем можно говорить, мне кажется, что тогда был создан договор типа Молотов-Риббентроп, когда они поделили Европу, а здесь Байден прекрасно сдал Украину и еще помог этому Портиру накопить деньги. Это правильно сказал Дейк Ворисон, это инвенчин за наш счет, потому что мы покупаем у России нефть, мы платим ей это. И потом, смотрите, до чего дошло. Вы считаете, что Байден лучше Трампа, если бы ни сегодня, завтра никто не ручается за Путина, что он действительно откроет атомную войну. Вот мои знакомые из Москвы эмигрируют, какая-то паника поделась. Спасибо, я послушал парадию. Спасибо вам. Я не говорил, что Байден лучше Трампа, этого я точно не сказал. Я сказал, что и так я оцениваю нынешнюю ситуацию, а Трампа нет в Белом доме, только в этом плане. И то, что с Трампа я не снимаю ответственности, это другое. То, что вы говорили, был визит Бернса, главы ЦРУ, который действительно оставляет много вопросов. И, кстати, консерваторам стоило бы этим и заботиться, действительно. Тем более, что у Бернса там были какие-то не слишком внятные связи с российской властью. Но вот почему-то пока я не вижу инициатив, чтобы эту встречу республиканцы пытались в Конгрессе, ну, в Сенате, прежде всего, разобрать и расследовать. А так это было, да. Но это пока серая зона, про которую мы действительно ничего не знаем. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день, Сергей, спасибо за передачу. Я немножко позже скажу по поводу того, как женщина позвонила и сказала, что при Трампе этого не было. Возможно, не было, но я согласен с вашим партнером из России, который сказал, что Трамп не может глубоко понимать Путина и российскую душу. Так бы сказал. А по поводу того, что происходит, да, вы меня слышите? Да, я слышу. Не Байден боится, а вся это глубокое правительство, я не конспиратор. Я просто жизнь хорошо знаю. Они хотят этой войны и они ее развязывают. Я сразу сказал, когда с Афганистана ушли, я сказал, что они займутся Украиной. И они все делают для того, чтобы ВПК работало и ничего не останавливалось. И это так устроен мир. К сожалению, я говорю, к сожалению, чтобы вы понимали. Вот Трамп не поднял даже вопрос за 20% урана, урановая фирма, которая принадлежит России. Никто не поднимает этот вопрос, никто не говорит. И Клинтонша, при Клинтонше эта сделка была, а это очень много определяет, что творится за нашими спинами. А мы по ситуации напали, ударили, обидели и все такое. Идет большая обычная война. и Путин об этом, кстати, я его не сторонник, чтобы вы не думали, что я за него. Нет, он воюет против моей страны. Много лет назад одно и то же повторял. Они с нами не разговаривают, они списисты, они такие, знаете, аристократы. Вот Байден, эта вся верхушка, она вас не видит, вас не видит, Сережа, меня не видит, другого не видит. Они императоры мира сегодня. Но, к сожалению, вы скажете, это российская пропаганда, нет, это мой жизненный опыт просто. И война это не закончится просто так. Вот они ее развязали. В 14-м году можно было все прекратить. Они это не сделали, оставили. Спасибо. Оставили для продолжения. Вот вы видите эту реакцию. Спасибо. Ну, если говорить о том, кому выгодна война. Вообще, честно говоря, я пытаюсь понять истинный смысл, так сказать, приобретение Путиным в этих действиях. Я понимаю, что, скажем, хотя вы говорите сейчас ни Байден, ни Трамп, никого не оправдываете, я понимаю, что в этой ситуации, когда, Иван, в конечном итоге два, так сказать, ну, две истинных, два истинных мотива может быть. Либо это финансовый интерес, либо это политический интерес. Что касается политического интереса, то, безусловно, то, что происходит сейчас на Украине, очень выгодно Байдену, потому что то, что он творит в стране, то, что его популярность настолько низка, а это год промежуточных выборов, то, что его партии грозит, так сказать, уничтожение, ему выгодна эта война. Вы посмотрите, средства массовой информации сейчас безусловны, и мы об этом говорим, и в центральные средства, и корпоративные средства, все внимание переключили на это, все здесь, любое событие там, оно самое главное. Тут формируется конвой, уже двинулся из Индианы, из Иллинойса, оттуда, с Калифорнии, об этом изредка упоминается, а в корпоративных СМИ вообще об этом ничего нет. То есть, те события, которые происходят у нас в стране, которые угрожают действующему режиму, они закрыты, их нет, их как бы, этого как бы не существует. Все внимание привлечено к событиям в Украине. Ну, я вам так скажу, это возвращает меня к самой первой мысли, которую я выразил. Вот это как раз разница между нами на данный момент. Вы видите все происходящее через призму американской политики, и вы правильно делаете, потому что она вам ближе. Но мы, естественно, воспринимаем, ну, хорошо, я не буду обобщать, я это воспринимаю все-таки отсюда. и при всей моей любви к американской политике и к вашей замечательной стране сказывается то, откуда я это наблюдаю. Поэтому, когда вы все это рассказываете, я понимаю, почему вы это говорите, но я не понимаю это как человек, находящийся здесь. Безусловно. И я понимаю ваше отношение к тому, что происходит, а свое я могу объяснить так. Мне очень трудно повлиять на то, что происходит сейчас, там, скажем, на линии фронта или на то, что происходит в России. Ни я, ни, так сказать, мои слушатели на это повлиять не могут. Мы можем там собраться, помочь, какую-то помощь оказать финансовую, материальную, собрать деньги или собрать медикаменты туда. Но на что мы да, можем оказать влияние, это на предстоящих выборах оторвать задницу от дивана, пойти проголосовать, и это будет иметь далеко идущие последствия, в том числе и на те события, которые происходят сейчас в Европе. Вот с какой позиции я к этому подхожу, нисколько не умаляет трагедии и важности того, что происходит сейчас в Европе. Просто я не в состоянии на нее повлиять. Но здесь мы можем повлиять на ситуацию. Здесь я полностью согласен. Иван, огромное спасибо. К сожалению, времени больше не остается, хотя все линии горят, людей беспокоит то, что происходит, причем все понимают, что происходит там, понимают большинство, что происходит здесь. еще раз, но я позволю себе еще раз повториться. И буду повторять это каждый раз. Мы не очень можем повлиять на ход событий, которые происходят сейчас в России или, скажем, на грани, или в Украине. Мы можем сочувствовать, мы можем какую-то помощь оказывать, но повлиять на ход событий мы не можем. Мы можем попытаться влиять на своих политиков здесь, что на самом деле маловероятно, потому что, скажем, при том, что у нас огромное украинское комьюнити здесь, все-таки значительная часть ее проголосовала за Байдена, и это было результатом. Это было то, что происходит сейчас. Это в том числе результат недальновидной вот такой непонимания политики, непонимания того, что происходит. Но повлиять на эту ситуацию мы можем. В ноябре, 8 ноября будут выборы и наш гражданский долг пойти и проголосовать, сделав правильные выводы. Спасибо огромное, Иван. Спасибо и до встречи. Спасибо вам. У нас еще оставались СИПЭК и Джордж Вашингтон. В следующий раз вернемся. Результаты по СИПЭК никуда не денутся. У вас будет еще больше времени для того, чтобы проанализировать то, что происходило, и тогда более подробно об этом поговорим. И с этого, наверное, начнем следующую нашу встречу. Спасибо. До новых встреч.